Привет, я Ксения Черная, дипломированный нутрициолог, дипломированный коуч по здоровому образу жизни и член Российского Союза диетологов и нутрициологов. Вы смотрите канал о правильном питании и здоровье. Не все сахарозаменители имеют положительный эффект, поэтому к подбору сахарозаменителей нужно подходить с умом и изучать, какие из них имеют максимально положительный эффект, а какие стоит вообще не употреблять. Смотрите видео до конца, не забывайте ставить лайк и оставлять свой вопрос в комментариях. Поехали! Существует несколько классификаций сахарозаменителей. С практической точки зрения имеет значение классификация по калорийности. Существуют калорийные сахарозаменители и бескалорийные. Калорийные сахарозаменители имеют более плавное всасывание в кровь, чем сахароза, но, тем не менее, при их употреблении есть инсулиновый отклик в организме. То есть, вслед за употреблением сахарозаменителя, в любом случае, инсулин будет подниматься. Не так высоко, как при употреблении сахара, но, тем не менее, будет. Бескалорийные сахарозаменители не имеют калорий. Они имеют сладкий вкус, но при их употреблении не поднимается инсулин. Калорийным сахарозаменителям относятся фруктоза и сахарные спирты. Сахарные спирты – это сорбит или сорбитол, ксилит, монит и изомальт. К бескалорийным сахарозаменителям относятся аспартам, сукралоза, сахарин, ацесульфам, стевиазид, стевия и эритрол или эритрит. Начнем с бескалорийных сахарозаменителей. За последние десятилетия появилось много информации о том, что бескалорийные сахарозаменители абсолютно безопасны, и так как они не имеют калорий, то, употребляя сладкое, вы будете при этом терять вес. Так ли это на самом деле? Рассмотрим это с точки зрения психологического пищевого поведения, тяги к еде, физической форме и микрофлоры. Как устроен наш мозг? При употреблении сладкого он готов к тому, что вы получите калории. При употреблении бескалорийных сахарозаменителей нарушается естественный тандем сладости и получение энергии. Вы едите сладкое, но при этом не получаете калории, и ваш мозг путается. Для подтверждения этой информации несколько университетов проводили исследования. И когда одним людям давали напитки с сахаром, а другим давали с бескалорийными сахарозаменителями, и после этого предлагали на выбор еду, то люди, которые пили напитки с бескалорийными сахарозаменителями, выбирали более калорийную пищу и съедали такой еды гораздо больше. Это говорит о том, что бескалорийные сахарозаменители способны нарушать углеводный обмен. Каким образом это происходит? Искусственные подсластители и калорийные, и бескалорийные приводят к тому, что в нашем пищеварительном тракте активируются рецепторы усвоения сладкого. Это говорит о том, что глюкоза всасывается все активнее и активнее, что в дальнейшем будет приводить к ее большему накоплению в организме. Нарушение углеводного обмена происходит и с помощью нашего мозга. Наш мозг привыкает к тому, что теперь, употребляя сладкое, он недополучает калорий, тем самым провоцируя вас на то, чтобы вы ели еду с большей калорийностью. А если вы при этом еще не полностью отказались от продуктов с сахаром, то в целом вы можете съедать гораздо больше калорий, чем без сахарозаменителей. В целом, изначально замена сахара на сахарозаменители нужна была для того, чтобы в ответ на употребление сладкого не было выброса инсулина. Так вот, по данным исследованиям, аспартам приводит к выбросу инсулина, при этом вы не получили глюкозу. Тем самым, употребляя сахарозаменитель, вы все равно получаете инсулиновые скачки. Поэтому аспартам является одним из самых негативных сахарозаменителей. Бескалорийные сахарозаменители влияют на гормональную регуляцию и на накопление жировой ткани. Известно, что сукролоза способствует образованию новых жировых клеток. Также, по данным исследований, известно, что у людей, употребляющих бескалорийные сахарозаменители, выделяется меньше гормонов, участвующих в процессе пищеварения. Это может быть гормон гастрин, лептин и инсулин. И один из самых неприятных эффектов, связанный с употреблением бескалорийных сахарозаменителей, а именно сахарина, сукролоза и аспартама, связан с тем, что они меняют нашу микрофлору. Ученые провели исследование, в котором они давали добровольцам 5 мг сахарина на 1 кг веса. И уже через 6 дней они увидели, что у них поменялась микрофлора. И те кишечные бактерии, которые стали активно расти, вызывали воспалительную реакцию в кишечнике. Подводя небольшой итог, мы с вами запоминаем, что такие бескалорийные сахарозаменители, как аспартам, сукролоза и сахарин, мы не употребляем никогда. Какие же сахарозаменители из бескалорийных являются максимально безопасными? Это эритрол или эритрит и стевия. Поговорим о каждом из них отдельно. Эритрол это натуральный полиол или сахарный спирт, который не метаболизируется нашим организмом. Все бы ничего, но чаще всего эритрол производится из кукурузы, не генно-модифицированной. И как многие думают, если ГМО, то это влияет негативно на нашу генетику, конечно, нет. Генно-модифицированные продукты опасны тем, что они подавляют нашу иммунную систему и вызывают воспалительные реакции в нашем организме. Поэтому, если вы выбираете такой сахарозаменитель, как эритрол, то вы обязательно должны смотреть, чтобы была надпись «Не ГМО». Но вы должны также помнить, что все полиолы, сахарные спирты, запрещены при синдроме избыточного бактериального роста. Попросту говоря, если у вас есть нарушение микрофлоры, вы испытываете постоянное вздутие и газообразование. Поэтому в данном случае вам такой сахарозаменитель может не подойти. В редких случаях эритрол может вызывать головные боли или аллергическую реакцию. И второй максимально безопасный сахарозаменитель – это стевия. Но давайте будем все-таки выбирать стевию натуральную. Она может быть в виде зеленого порошка, в виде травки, в виде таких прессованных таблеток зеленых, это прессованная травка, либо натуральный концентрат. Если вы видите стевию, и она при этом в виде белых таблеток, такую синтетическую стевию мы не покупаем. При этом стевию нельзя давать детям и беременным. Не было никаких исследований, подтверждающих ее безопасность. Далее мы с вами поговорим о калорийных сахарозаменителях. Это сахарные спирты и фруктоза. Как я уже говорила ранее, к сахарным спиртам относятся ксилит или ксилитол, сорбит или сорбитол, изомальт, монит, лактит. Что важно знать о сахарных спиртах? Сахарные спирты – это полиолы. Как я уже сказала о эритроле, сахарные спирты запрещены людям, у которых есть проблемы с кишечником. Соответственно, все сахарные спирты запрещены, если у вас есть нарушение микрофлоры или дисбиоз. Помимо этого, мы должны помнить, что ксилит выделяется с помощью метода гидрогенизации. Катализатором реакции гидрогенизации является никель. Никель – это тяжелый металл, который вызывает экзему, проблемы с почками, атопические дерматиты и болезнь Альцгеймера. Поэтому в целом вы должны понимать, что это не натуральный продукт, который не может принести вам пользу. Очень часто сахарные спирты встречаются в жевательных резинках, в зубных пастах, в различных протеиновых батончиках. И на одних из самых известных батончиков вы можете увидеть надпись «Содержит сорбитол. При избыточном употреблении у вас может возникнуть диарея». Задайте себе вопрос, может ли быть полезным продукт, который у вас может вызвать диарею. Подводя мини-итог, скажем, что сахарные спирты категорически запрещены людям, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом и с различными кожными заболеваниями. Следующий большой сахарозаменитель в группе калорийных – это фруктоза. Очень долгое время считалось, что фруктоза является идеальным сахарозаменителем. И даже сейчас в магазинах, когда вы смотрите продукты для диабетиков, вы можете увидеть, что они содержат фруктозу. Хотя уже несколько международных организаций выпустили гайды о том, что фруктоза не рекомендуется к употреблению людям, больных с сахарным диабетом. Почему? К большому сожалению, фруктоза приводит к очень сложной гормональной регуляции. Да, действительно, она не вызывает скачок инсулина. Именно поэтому она считалась в свое время относительно безопасной. Но дальнейшие исследования выявили то, что фруктоза не способствует выделению гормона лептина. А именно лептин отвечает за насыщение организма. Я думаю, что очень часто вы замечаете, что фруктов можно съесть очень много. Именно поэтому вы съедаете не один мандарин, а шесть, не кусочек арбуза, а сразу пол арбуза. Именно потому, что фруктоза не выделяет инсулиновый ответ, может нарушаться пищевое поведение, о чем я говорила ранее. Что мы еще должны знать о фруктозе? В отличие от глюкозы, фруктоза не умеет перерабатываться нашими тканями, мозгом, мышцами и другими органами, кроме печени. Печень в сутки может перерабатывать только очень ограниченное количество фруктозы, не более 20-30 граммов. Вы должны помнить, что если вы съедаете половину арбуза или фруктозу в синтетическом виде в большом количестве, то ваша печень просто не может справиться с таким количеством фруктозы. Так как фруктоза в очень маленькой степени может подавлять чувство голода, очень часто она вызывает переедание. Опять же, это можно проследить при употреблении большого количества фруктов. В долгосрочной перспективе это может приводить к инсулино-резистентности, к развитию метаболического синдрома. И эти данные были подтверждены разными исследованиями. В одном из них при избыточном употреблении фруктозы, который сейчас добавляется в различные напитки, батончики, продукты, которые употребляют подростки. Так вот, ученые из медицинского колледжа в Джорджии исследовали 600 подростков в возрасте от 14 до 18 лет и их рацион богатый фруктозой. Они выявили, что такой рацион приводит к высокому уровню глюкозы, к высокому уровню давления и к воспалительным процессам, связанным с сердечно-сосудистой системой. Более того, европейские и американские гастроэнтерологи называют фруктозу в 30% случаев виновницей развития синдрома раздраженного кишечника. Что такое синдром раздраженного кишечника простыми словами? Когда у вас есть нарушение стула, когда вы испытываете метеоризм, вздутие, газообразование. Да, многие считают, что фрукты максимально полезный продукт, но вопрос в объеме фруктов. Если вы испытываете такие симптомы, то помимо исключения синтетической фруктозы, вы также должны сократить объем натуральной фруктозы до 25-30 граммов в сутки. Обратите внимание на то, какие натуральные продукты помимо синтетической фруктозы содержат ее большое количество. Это свежевыжатые фруктовые фреши, это различные сиропы, сироп агавы, сироп топинамбура. Именно поэтому они не являются максимально полезными сахарозаменителями, ведь эти сиропы состоят на 85% из фруктозы. Также не стоит злоупотреблять медом и сухофруктами. Помним о том, что мед нагревать нельзя. Если вы хотите съесть мед, то съели одну чайную ложку, не размешивая его в чай и не добавляя его в выпечку. Что скажу от себя? Я своих учениц учу тому, чтобы мы в целом старались отказываться от всех подсластителей и сахарозаменителей. Давайте не будем обманывать мозг, заменяя сахар другими синтетическими продуктами, а все-таки будем стараться очищать свои вкусовые рецепторы и чувствовать вкус натуральных продуктов. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Также попрошу вас в комментариях написать темы, которые вас волнуют с точки зрения здорового питания и нашего здоровья. До встречи!